Большое спасибо за столь любезные слова, когда вы меня представили. Я рад в возможности выступить, благодарен организаторам. Мы уже видели столько примеров применения МК. У меня речь пойдет о вещах более технически углубленных. Надеюсь, что у меня удастся удержать Ваш интерес. Ну, как уже следует из заголовка моего выступления, я действительно интересуюсь глубинным обучением. А стимулом для этого стало успешное развитие методов обучения в различных областях, обработка языка, компьютерное обучение, то есть концепции, которые уже много раз были упомянуты здесь, искусственные сети, которые... ...с применения новых методов, которые распределяются послойно, многими слоями. Именно поэтому говорится о глубинном обучении. Вот это суть концепции. И само по себе интересно, и в плане клинических применений, во многих ситуациях, конечно, всегда предпочтительно получить больше информации от сигналов мозга, поэтому эти методы заслуживают самому пристального внимания. Однако глубинные сети также имеют негативную сторону, потому что могут представить собой своего рода черный ящик, и во многих случаях применений, когда требуется соблюдение мер безопасности, это неприемлемо, поскольку мы должны понимать, как эти методы интерпретировать данные. Ну, несколько слов о том, что когда мы декодируем информацию от сигналов мозга, мы должны видеть, откуда сигналы поступают. И есть две характеристики, которые информативны, и не только они, есть и другие, но вот две эти очень известны. Первое – это амплитудная модуляция колебаний. Я уж простите за то, как я не очень красиво все нарисовал, но это дает представление. И второй базовый механизм – это измерение фазы сигнала, которое используется независимо от амплитудной модуляции в разных каналах, в разных частотных диапазонах. И все это очень важно для сути того, о чем я говорю. Это два хорошо известных источника информации. В классическом случае машинное обучение вы используете различные процессы, пайплайны, где вы видите возможность получения информации, чтобы адекватно ее представить. Когда мы начинаем обучение, наш ландшафт выглядит примерно вот так. Это, по сути дела, такое вот конструкционное пространство глубокого обучения. Есть параметры, которые можно корректировать. Это количество слоев, количество фильтров. Это достаточно многомерное пространство. И на всем этом пространстве присутствует множество сетей, которые прилагаются к использованию. Я их здесь обозначил различными символами. И мы их распределяем по шкале от небольших до крупных. Можно применить, например, к одному массиву данных, к двум. Но в большинстве случаев не сильно много других. Есть массивы данных, где более информативно является амплитудная модуляция. В данном случае у нас различие между кругами и квадратами отражает эту разницу. Конечно, самое привлекательное попробовать разные архитектуры. Но мы поставили себе задачу сосредоточиться в большей степени на одной архитектуре, но применить ее к множеству различных массивов данных. Прежде всего, применить, пытались ее для обоих сценариев, которые я писал, то есть два массива данных, то есть к тем, где идет амплитудная модуляция, и тем, где мы ожидаем информацию в фазе, сигнала. То есть мы хотели построить такую вот прототипичную сеть, которая будет достаточно мощной для обучения на основе имеющихся массивов данных, чтобы при этом не допускать изличного усложнения. То есть это хорошая начальная точка, чтобы начать понимать, что происходит внутри этих сетей после того, как обучение пройдет. Вот, как после какого-то времени мы попробовали различные варианты и в 2017 году выпустили работу, где описали эти сети. И очень краткая идея была в том, что вот в первых слоях здесь мы уже применяем фильтр по всем позициям электродов и из оставшихся мы ставим иерархию фильтров, чтобы мы могли иметь иерархию информации, получаемой из этих электродов. мы используем общедоступную информацию и инструментарий, который тут обозначен. Если вам интересно, вы можете попробовать использовать то же самое. Сейчас уже в мире многие лаборатории используют этот инструментарий и вполне довольны. На уровне применения уже мы взяли типичный пример, который звучал уже в одной из предыдущих презентаций, модуляция амплитуды как источник информации, декодирование классов в движении, отличие, например, руки от ноги. И по каждому из этих мотивов данных мы видим степень точности, которая дает сесть, в отличие от пространственных паттернов. То есть, по крайней мере, не хуже, а статистически лучше по сравнению. Для нас самое главное было, чтобы мы обучались на основе сырых данных. То есть, никаких априорных решений там не должно было быть, чтобы мы, когда смотрим на амплитуду, чтобы только были исходные паттерны. Вот пример, который показывает наличие информации в фазе и идет декодирование ошибки, и чтобы мы могли принять решение, решительную задачу, связанную с движением руки. Здесь, в данном случае, более информативно была фаза, но, опять же, если сравнить глубины сети с LDE, результаты довольно хорош. Ну, и следующий пример, который я вам хотел привести, более полезный пример, это декодирование патологии, КЭЭГ, записи, которые мы делали у пациентов, которые врачи говорили, что у пациентов, которые имели реальные патологии, и там использовались массивы данных из этого университета, вот в этой ситуации очень сложно сказать, потому что здесь много было амплитудных колебательных компонентов, амплитудных колебаний. Вот пример, если посмотреть на разные признаки, если посмотреть вообще литературу по этим параметрам, там можно найти 9000 разных признаков, поэтому очень важно было проводить тренинги по необработанным данным в эти 86%, то есть мы могли улучшить конечные результаты на 86%. Очень мы проводили применяли нашу архитектуру этой глубоких сетей и с достаточно высокой точностью провели проверку нашего метода. Дальше, как я уже говорил, мы также хотели применять наши сети в онлайн-режиме и... но здесь не работает почему-то видео. Ну, здесь есть видеоклип, но... значит, есть онлайновое применение этих сетей, где можно контролировать, управлять роботами, и достаточно хороший уровень контроля над роботами. Я думаю, что в данном случае были некоторые инженерные проблемы, но, по крайней мере, очень хорошая, высокая точность декодировки в онлайн-режиме. Ну, к сожалению, не могу показать здесь. Итак, я думаю, что хотел бы еще показать, что у нас сейчас прототипы глубоких сетей, нейронных сетей, которые могут выполнять целый ряд задач, как у здоровых людей, так же и в клиниках, для пациентов, и сейчас мы ищем внутреннюю репрезентативность, исследуем таких сетей. И я хочу сказать один известный, так сказать, результат. Здесь показан вот здесь. Собственно говоря, это 2012 года исследование, где вы можете видеть нейроны, которые максимально реагируют на сигналы и до линейных, разделенных классификаторами нейронов. Здесь мы видим организацию более сложных признаков. Если читать вообще литературу на эту тему, это достаточно противоречивая тема, хотя много исследований проводятся, но мы много узнали, изучая эти сети. Дальше мы проводили довольно простой анализ максимально активированных входов. Значит, скажем, вот по слоям здесь распределения вход по первому уровню. Здесь мы видим нейроны, которые показывают максимальный ответный уровень ответной реакции и высокий уровень колебаний, но были нейроны, которые реагируют только на колебания, которые растут по амплитуде, в то время как есть также нейроны, которые реагируют и на довольно стабильные устойчивые амплитудные колебания. Ну вот здесь целый ряд таких признаков, которые мы также описывали. Далее, если посмотреть литературу по глубинам обучения, то очень много действительно специфических методов по этим сетям. Например, есть схемы существенных признаков, атрибутивные сети, но если вам интересно, то вот здесь есть ссылка, можете посмотреть, есть такая петернет сеть, петернет сеть, но кроме того, мы делали и более простые, выполняли задачи, то есть мы тестировали гипотезы, некоторые признаки входного сигнала, там скажем распознавание черт лица и на выходе в сети мы получали разные результаты на разных уровнях, которые позволили нам также проверить и протестировать наши замеры по амплитудным колебаниям в разных сетях. Вот работа 2017 года, где также применялся этот метод, различные частоты, в данном случае значит мы смотрели по гаммам, бета и альфа сигналам, и альфа мощность у нас по сигналу показала снижение мощности, это движение левой рукой, например, здесь показано L, и ну типичные физиологические модуляции мы применяли, то есть которые отражаются на движениях рук человека, кроме того здесь были прямо противоположные также модели полученные, то есть отличающиеся от того, что мы ожидаем от обычных физиологических реакций локомоторно реакций различных движений и здесь в данном случае вот эти сети помогли нам получить хорошо интерпретируемые результаты по силе двигательных реакций функций ну с точки зрения обучающей потенциала достаточно интересный метод ну дальше изучение патологий по ЭЭГ здесь если смотреть здесь энергетические модуляции то слева мы видим увеличение низкочастотных сигналов генерируемых в кортексе ну это опять же пример очень интересное потому что снижение по темпоральной шкале очень специфично именно для этого случае при каждой выявленной патологии в ЭЭГ мы наблюдаем вот такое снижение уровня сигнала если смотреть на более высокие частоты с правой стороны высокочастотные то здесь мы в дополнение к низкочастотным изменениям сигналов здесь также используют снижение высокочастотной силы сигнала которые могут свидетелись так сказать о другом о других патологии но очень это интересный пример который позволяет проанализировать как люди обучаются в системе глубинного обучения и соответственно снизить так сказать уровень неправильных интерпретаций дальше мы внутричерепная ЭЭГ кинематическое декодирование ну здесь подробно конечно не буду объяснять этот метод но в общих чертах здесь мы рассматриваем не декодирование классов движений но скорее речь идет о декодировке кинематических параметров скорость позиция и так далее как и в предыдущей работе по массивам данных которые я вам показывал ну вот слева вверху вы видите такая это игра значит машина то есть автомобильная такой типа игры тренажера здесь информация получается по амплитудным признакам в разных ситуациях вы знаете когда мы рассматриваем такие вещи вот здесь более подробно рассматривается как это было сделано для того чтобы просто имели представление о том в каком направлении мы сейчас движемся вот в каждой колонке здесь это уровни от одного до четвертого как бы слои здесь показаны эти колонки показывают различные параметры движений голубые красные это моторные и немоторные каналы если посмотреть на красные кривые то здесь видно что с увеличением глубины выход в сети значит показывает повышение чувствительности новые спектральные признаки и это всегда амплитудное и фазовое колебание и соответственно мы знаем физиологии об этом но в данном случае мы видим как эти модели возникают в сети и как можно различные модели получить в зависимости от разных параметров движения и которые так сказать помогают также при соответствующем обучении при соответствующих упражнениях слои от первого до четвертого разным цветом обозначены различные параметры здесь видите наверху обозначены здесь строится график амплитудных колебаний для всех элементов и здесь кодировка по преференциям различных элементов это по горизонтальным а по вертикальным здесь показано по вертикальным осям чувствительность а по горизонтальным в основном амплитудные колебания и то что мы здесь видим что в середине у нас получается такая смешанная фаза то есть элементы которые настраиваются на оба типа колебаний нейроны и таким образом ну собственно говоря здесь уже я подхожу к заключению и я действительно удивительно то что те результаты которые мы получили собственно говоря это последний момент к которому я хотел бы вернуться это амплитудная фазовая информация по этим колебаниям в этих сетях организована параллельными каналами которые достигаются за счет вот процесса обучения глубинного обучения это собственно напоминает параллельные каналы в нашей системе зрения и это просто получать результаты в ходе процесса обучения и то что я вам показывал и уже ранее это иерархическая организация сложных моделей Г в глубин в глубоких сетях ну таким образом нам удалось достичь некоторых целей которые мы ставили перед собой и глядя в будущее так сказать мы видим что здесь очень большой простор так сказать для дальнейшей работы Яник Ройс здесь тоже находится вы можете спросить у него он участвовал в обзоре мне кажется там очень много сейчас работ появилось и я и он достаточно много исследовали поэтому действительно очень хорошо что сейчас так много людей этим занимаются уже такая конкуренция даже какая-то образовалась своеобразная в поиске и в изучении глубоких сетей я думаю что очень важно здесь применение этих методов для оптимизации архитектуры увеличение количества уровней по которым можно проводить замеры статистические очень действительно очень эффективный метод для который сейчас доступен собственно говоря всем занимающимся этими проблемами очень мощный такой метод построения архитектуры для определения этого пространства собственно говоря вот чем мы собираемся сейчас заниматься я думаю что действительно будет интересно будет посмотреть какие собственно говоря мы получим преимущества при изучении этих сетей ну и хотел бы еще так же сказать если вот посмотреть на эту картинку какие изменения в представлении этих глубинных глубоких сетей мы видим ну я думаю что это очень важно для будущих исследований в этой области и хотел бы поблагодарить всех наших сотрудников в отделе компьютерных наук в отделе информатики сотрудничества с франкфуртской школы с Ёшкой Бедекером с Фрэнком Хаттером Вольфрам Бургард спасибо большое спасибо 1-2 вопроса пожалуйста можем спасибо итак интересно вот как вы определяете элементы чувствительные к фазовым колебаниям в этих сетях ну это собственно говоря тот же подход используем значит мы фиксируем сигнал и смотрим в определенном диапазоне частот при изменении как мы можем зафиксировать его и дальше обратно так сказать фазовым при фазовом колебаниях как он работает то же самое как и при амплитудных колебаниях там так сказать круговая так сказать природа этих сигналов наблюдается поэтому можно исследовать оба элемента еще вопрос пожалуйста спасибо большое за выступление очень интересно интересно меня вот интересный момент вы решили использовать коволюционные нейросети для декодирования но есть мнение чтобы лучше получить результаты по п300 можно использовать такие сети что вы думаете п300 да это хороший пример это второй категории каким-то образом ну возможно это относится к и фактически есть несколько исследований посвященных этому уже они применялись в п300 но мы не применяли нашу архитектуру к данным по п300 я думаю что интересно было попробовать я так сказать с оптимизмом смотрю об этом я думаю пока мы это не делали но вообще в принципе проблема аналогична декодированию да вы правы надо посмотреть спасибо спасибо